Почти 20 лет 20 лет прошло с тех пор, как, решив обрести самостоятельность, Республики Советского Союза стали независимыми. 20 лет потребовалось на то, чтобы переоценить правильность этих решений. Сегодня большинство из нас понимает необходимость возвращения тех ценностей, которыми в прошлом пренебрегли. Видеть глаза друг друга, слышать друг друга, больше общаться. С этими добрыми стремлениями приехали в Кингисепп гости из Беларуси. Начиная работу над тем, как построить наш круглый стол, мы условили, что расскажем каждое свое, кто чем занимается. И потом, это же наше первое знакомство, выберем то, что для нас более близко, что для нас более возможно в реализации проектов здесь у вас, на вашей земле. Российская Федерация является основным торгово-экономическим партнером белорусских предприятий и фирм. И сегодня Кингисеппский район предлагает специалистам строительные отрасли, городского хозяйства, торгового направления использовать имеющийся опыт сотрудничества двух стран в практической работе. Поэтому мы тоже будем рады оказать здесь содействие белорусским предприятиям, которые ориентированы на экспорт, которые могли бы просчитать новые пути логистики, новые возможности, учитывая порт-услуга. Нет такого направления в жизни, где мы могли бы себя мыслить друг без друга. В основе интеграции Белоруссии и России лежит и совместная защита суверенитета. И капитан первого ранга, наш замечательный Евгений Добрышев, он ведь возглавлял сначала наш корабль номер один Петр Великий, тяжелый крейсер Петр Великий. Наш белорус, выходить из Белоруссии, возглавлял корабль российский. Это и одно еще из доказательств того, что нас не разъединить. Но чтобы укрепить наши дружеские связи, чтобы укрепить наши деловые связи, мы должны встречаться чаще. В результате встреч делегаций России и Беларуси были достигнуты договоренности о развитии сотрудничества по разным направлениям. Их реализация позволит обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции, загрузку производственных мощностей, создание дополнительных рабочих мест, увеличение экспортных поставок. Выгодно, потому что продавать надо, реализовывать свою продукцию. Тем более, что сырье идет с России в основном. Поэтому получается, что работают как бы два государства. Одно поставляет сырье, второе – это Кьот. И реализовывается в Белоруссии, в России. А Западу мы никому не нужны. Двустороннее сотрудничество ведется не только в рамках прямых торгово-экономических отношений, но и в направлении сохранения культурного наследия и духовного единства народов. И хотя экономика наших стран переживает сейчас нелегкие времена из-за кризиса, но тот опыт, который уже накоплен, поможет выйти из трудного положения, осуществить имеющиеся соглашения и развить их в дальнейшем.